Сейчас уже эти компьютеры продаются урезанные по своей возможности. Windows значит не установить, EGPU, а что еще нельзя? Вот в этом вся Apple. Нет, мы не выпустим вам 14-дюймовый. Вот мы добавим еще один порт Thunderbolt в MacBook Air и выпустим его на следующий год в 14-дюймах. Ну почему вы не сделали 14? Вот очень простой вопрос. Нет, потому что Apple знает, что вы все хотите 14-дюймовый. А это означает, что этот вы купите потому что процессор, а следующий потому что процессор и 14-дюймовый. Но ведь так, так. То есть вы уже сейчас покупать будете этот компьютер, вы уже должны задуматься, а что они представят в марте. В марте уже по всем утечкам нам Apple представит iPad Pro, возможно в двух модификациях с новыми мини-лед дисплеями. Начался хайд по поводу Mac Mini и его 10-гигабитного Ethernet, что до этого был, а тут почему вы его убрали? Apple сразу оп-оп-оп, нет-нет-нет, сейчас все скоро будет, все скоро будет. То есть сейчас люди купят этот Mac Mini с 1-гигабитной скоростью, а потом через полгода они что обновят, скажут у нас Mac Mini 2021 года и у нас теперь 10-гигабит. Это революция? Что это за мать вашу маркетинг такой? Я бы не хотел, чтобы Mac OS превратилась в iPad OS. Когда мы не шаг влево, шаг вправо, нам все запрещено. Через терминал у нас половина команд перестают работать. Итак, друзья, всем привет, с вами Роман Ястреб. Ну что, я хочу сегодня с вами обсудить новые процессоры Apple M1 и истерия, которая вокруг них создается, потому что действительно это никак нельзя назвать иначе, как истерия. Все заговорили сразу, что это революция, что это что-то такое прям неестественно крутое. И значит, вот теперь это наше будущее, Intel мертвы и вообще срочно все компьютеры Mac нужно продавать. И я хочу ставить свои 5 копеек, немножко остановить этот сумасшедший поезд, который, я считаю, движется уже с какой-то невероятной скоростью. Естественно, американские блогеры это все дополняют какими-то красивыми заголовками и так далее. Если даже будете смотреть мои ролики за последние 2 года, вы увидите, что практически я всегда говорил, что MacBook Air и MacBook Pro 13-дюймовые, это, простите меня, дохлые лошадки. Это мертвые компьютеры, которые не представляют никакую конкуренцию. То есть, от слова совсем. У MacBook Air всегда была проблема с охлаждением и вообще с производительностью как таковой. У MacBook Pro 13-дюймовый это была такая лошадка, которая вообще непонятно, зачем она нужна. И то, что сейчас Apple выпустили свои процессоры, дала такой серьезный скачок, как вот AMD сейчас, можно так сказать, резко выросла, так и Apple сейчас резко выросла вот в производительности. И давайте будем смотреть, вот сначала посмотрим на этап разработки этой системной платы как инженеры. Еще раз повторю, Apple взяли и разместили все рядом на одной плате. Технически, просто на техническом уровне возрастает производительность. А поскольку это их процессор и вообще их полностью программный код, их операционная система, они упростили себе же работу, и еще на основе оптимизации программ и ПО они сделали еще больший увеличенный рост производительности. Соответственно, тут они молодцы, они действительно, но это бы хорошо бы сделать было еще в 2018-2017 году. И сейчас Apple была уже такая, у нее уже была такая крайняя позиция, потому что и Intel сдает позиции, а давайте будем честны, Intel сдает позиции. Может быть в корпоративном сегменте она еще не сдает позиции, но люди, которые работают в корпорациях, они покупают себе домашние компьютеры, и они на это смотрят и говорят, блин, клево, мне нравится AMD процессор, мне нравится Apple процессор. Сейчас уже Apple, им нужно было уже уходить от Intel, потому что люди уже смотрели на компьютеры Mac и говорили, почему такая низкая производительность, почему такие цены и так далее. Сейчас компьютер MacBook Air и MacBook Pro 13-дюймовый, уже про него нельзя будет так говорить, потому что вне зависимости, даже вот скоро мы с вами проведем тесты, вне зависимости от того, какие у нас показатели на аппаратном уровне возросшая производительность. Тем самым сейчас действительно уже можно сказать, что MacBook Air сможет тягаться с какими-то игровыми ноутбуками в профессиональных задачах, и то не во всех профессиональных задачах, будем честны. И почему я вообще так спокоен, особенно за людей, у которых мощные процессоры от компании Intel, мощные процессоры это i7, это i9, это в iMacах i5, там шестиядерные. Это что, процессоры стали мертвыми что ли в одну секунду? Да нет, конечно. У Intel очень серьезная поддержка ПО и в операционных системах. Она поддерживается во всех операционных системах. То, что сейчас представила компания Apple, давайте будем честны, это полупродукт, это полурешение. Я не люблю полурешение. Я сразу понял, что в следующих модификациях, я вас уверяю, Apple возьмет и добавит MacBook Air какой-нибудь 2021 года. В этой модификации она изменила FullSRGB охват на P3, чтобы вы, естественно, привлеклись. А в следующей вариации она добавит вам Thunderbolt еще справа, который пока не является Thunderbolt, а является USB 4, и это очень важный момент. Она добавит 14-дюймовый экран, и все. И у вас будет MacBook Air не 13,3, а 14, и все люди опять побегут. Что я хочу вам сказать, что Apple это прекрасный, я хочу подчеркнуть, прекрасные маркетологи, и они умеют продавать. Каждый год они будут представлять новые устройства, чтобы вы хотели его купить. Правда, у них в последнее время не получается меня убедить все iPhone купить новый, потому что что 11, что 12, что-то как-то меня не впечатляет. Вот, но с iPhone ладно, сейчас они тоже, может быть, что-нибудь придумают. Уже есть утечки, что новый iPhone 13 будет бить по автономности, и вы увидите кратный рост по автономности от аккумулятора, потому что процессор будет настолько мощный и энергосберегающий, что вы офигеете. В марте уже по всем утечкам нам Apple представит iPad Pro, возможно, в двух модификациях, с новыми мини-LED дисплеями. И люди, которые сейчас покупают iPad Pro, могут серьезно пожалеть, потому что новый iPad Pro будет не только крут с точки зрения еще улучшенных динамиков, еще круче экран, так еще там будет самый стоит мощный, мощнейший процессор, который вообще практически не будет потреблять никакую энергию, ну я так условно. Поэтому мы тоже можем получить совершенно новый уровень iPad. Что нам сразу продавать iPad Pro? Да нет, конечно. То есть нужно понимать, под какие задачи мы покупаем изначально компьютер. В марте также, по слухам, будет автоматически вместе с iPad Pro представлен iMac нового поколения на собственном процессоре Apple и MacBook Pro 16 дюймов. Нужно ли сейчас переживать людям, у которых есть какие-то свои компьютеры? Я бы действительно, вот если бы я был владельцем всех компьютеров, и у меня бы, вот представим, вся была линейка, я бы действительно сейчас начал задумываться, нужен ли мне Air с интеловским процессором. И дело не в том, что Air какой-то там менее производительный. Да, он менее производительный, но это не такая машинка, которая будет очень долго цениться, можно так сказать, в рынке. Потому что Air, по сути, бьет только автономностью. Ну вот только автономностью. А поскольку в существующем Air у нас стоит кулер и интелский процессор, который все равно горячий, и батарейку держит Air, и в итоге существующий Air и батарейку держит меньше, разряжается быстрее, батарейку тем самым еще держит меньше, быстрее происходит износ аккумулятора, потому что чаще приходится заряжать. Вот, повышенные температуры, ну в Air, конечно, не такие сильные температуры, но все равно это тоже влияет на аккумулятор, и, естественно, он менее производительный. Но каким людям мне стоит менять Air? Я бы не менял Air, если бы у меня, например, под мои задачи спокойно хватало, и у меня бы, мне хватало очень важный пункт накопителя. То есть мне бы хватало его по скорости и хватало бы его по объемам. Вот тогда я бы особо не напрягался. И зачем напрягаться? Если я купил Air, мне удовлетворяет по количеству часов, я делаю там печать в каких-то текстах, я просто в своих приложениях работаю, мне не нужна какая-то мощная 4К-монтаж на моем Air. MacBook Pro 13-дюймовый, даже на современном процессоре 10-го поколения от Intel, да, я бы, наверное, тоже продал. Потому что, несмотря на то, что 10-е поколение, я делал обзор, он действительно великолепный компьютер, особенно с 32 гигабайтами оперативной памяти, но новый процессор от компании Apple будет производительнее. Я бы не парился с 13-дюймовой прошкой в случае, если бы у меня была хорошая комплектация. Я объясню почему. Потому что, еще раз возвращаюсь, нам представили полупродукт. Давайте будем откровенно и говорить на русском языке. Что это такое? Выходит компания и говорит, вот вам новые компьютеры, но, значит, EGPU у нас не поддерживается. При этом в поддержку в Big Sur нашли EGPU, люди подключают. Мы это тоже с вами потом проверим. Люди подключают внешнюю видеокарту, она определяется, но не работает. У меня есть ролик на канале, если у вас MacBook с Thunderbolt 1 или 2 поколения, и вы хотите подключить EGPU, вот у меня есть ролик на канале, как мы с другом разблокировали в операционной системе вот этот блок на внешнюю видеокарту. То есть мы подключали внешнюю видеокарту к компьютеру Mac с Thunderbolt 1 поколения. Thunderbolt видел, что у нас подключена внешняя видеокарта, но внешняя видеокарта не использовалась. Она была заблокирована на операционной системе. Apple, конечно, красавчики вообще. Хитрецы. Я понял, что они хитрецы. Я понимаю, что деньги надо зарабатывать, но хитрецы они хитрецы. Взяли, просто заблокировали на программном уровне просто допуск драйвера и работоспособность. Все. И большая часть пользователей просто не смогут ничего сделать. Они просто поймут, что они работают и расстроятся, начнут возвращать. И мы этот блок обошли, сняли и спокойно начали использовать внешнюю видеокарту. И вот сейчас чем-то похожа ситуация. Что это такое вообще? Вы сначала продвигаете свои внешние видеокарты, а потом говорите, что они не поддерживаются вашим процессором? Что это за бред? Или потому, что у вас Intel отобрала патент на Thunderbolt 3 и там только их контроллеры? Подождите, вы же заявляете у себя везде через черточку, что Thunderbolt слэш USB 4. Если это Thunderbolt, значит должна быть поддержка внешних видеокарт. А теперь я хочу заострить внимание тех, кто считает, что Ром, зачем ты так много говоришь про поддержку внешних видеокарт? Нет, ребят, я говорю не про поддержку внешних видеокарт. Я говорю про стандарт передачи данных и вообще стандарт вот этого порта Thunderbolt. Если у вас есть вход Type-C, вот разъем Type-C, и если там нарисована молния или просто этот порт Thunderbolt, это означает, что это самый высший порт, который вы только можете получить. Это означает, что вы получаете максимальные скорости. Это означает, что вы можете подключить монитор, у которого будет и хаб, и звук, и яркость. И вы все можете через один порт управлять. Вы можете этот монитор автоматически запитывать через Thunderbolt. То есть этот порт будущего. И когда вы покупаете какое-то профессиональное оборудование, когда вы покупаете диджейское оборудование, звуковое какое-нибудь, графическое, какие-нибудь контроллеры, ваши эти все устройства Thunderbolt от Intel всегда будут работать. Это означает, что 100% есть поддержка. Поэтому люди, у которых есть сейчас компьютеры Mac с хорошим процессором из хорошей комплектации, это iMac, это Mac Pro, это MacBook Pro, там 15-16 дюймовый. Вы точно можете быть уверены, что если у вас даже MacBook Pro 15-дюймовый 16 года, вы подключаете по Thunderbolt внешнюю видеокарту, и она запускается. Вы подключаете профессиональное какое-то оборудование, диджейское, оно работает. Вы подключаете хороший монитор от LG, там он работает. Потому что Intel-овские контроллеры, Intel-овская технология, поддержка по всему миру от всех производителей. Все прекрасно понимают, что есть Intel с точки зрения процессоров и поддержки. Это да, есть Intel, есть AMD, есть уже все остальные. А сейчас рынок, я посмотрел последние исследования, сейчас рынок, 74% пользователей сидят на Windows, 18, около 17-18% сидит на macOS, и там что-то 2-4% сидит на Linux, и все остальное, там Google Chrome и так далее. Так вот, вы должны понимать, что 18% macOS, это сейчас 18% Intel. Это 18%, и если делают поддержку под macOS, это делают поддержку под Intel. Любой производитель, кинокамер, какое-нибудь оборудование, то, что вы подключаете, делают поддержку под Intel. Да, Apple модифицирует, да, это все это делает. Но давайте посмотрим, что Apple ответила на заявление вообще по поводу критики в свой адрес, по поводу Windows. Они сказали, а у нас все готово, все зависит от Microsoft, потому что у них должна быть лицензия, они это сделают. Зная Apple и зная Microsoft, Microsoft сделает поддержку Windows на новых процессорах от компании Apple. Но пока этот продукт сырой, давайте будем честны. Thunderbolt у нас, значит, только с одной стороны, который еще, это давайте будем называть USB 4. Потом, не все поддерживается в этом Thunderbolt, в операционной системе есть какие-то блокираторы, опять стоят. Поскольку это собственный процессор от компании Apple, значит, там еще нужно покопаться в терминале. У меня очень много вопросов, а станут там пиратские приложения, надо покупать программное обеспечение. Слушайте, я перед этим роликом почитал, на какую сумму у меня установлены программы. 85 тысяч. 85 тысяч рублей у меня установлены программы. И вы что думаете, я все их покупал? Вы меня простите, официальные разработчики. Но, простите меня, так денег не напасешься. Потому что не все разработчики делают поддержку. Не все разработчики поддерживают на протяжении новых операционных систем. Вспомните, как выстрелила Каталина. Сколько всего поломалось. У меня несколько приложений, которые я официально купил, перестали работать. И у меня вопрос, а зачем я опять буду платить деньги? Мне не важно, кто ломает. Разработчики не допиливают. Apple. Есть эта проблема? Есть. Извините. Вы переходили, вы были еще на Мохаве. Многие пользователи меня поймут, которые особенно много устанавливали разных приложений, что когда вы обновили систему с Мохаве на Каталину, то есть с 10.14 на 10.15, вы увидели, как сильно Apple подошла к безопасности своей программой и операционной системы. То есть Apple начала очень серьезно заботиться о том, у вас пиратский софт, у вас не установлен разработчик. И нужно было обходить карантин. Раньше в Мохаве тоже можно, но там было бы все более проще. У некоторых пользователей в Каталине нужно было выходить из терминала, из оболочки BASH и в родительскую идти, чтобы сбросить наконец-то программу. Я хочу это протестировать. Я действительно, вы меня простите, разработчики официальные, но мне нужно понимать, если Apple сделала все, чтобы никакого пиратского софта больше у нас не было установлено, это означает, что с новым MacBook вы должны минимум 1000 баксов закладывать на приложение, которое вы хотите запустить. И Apple будет усилять, она не просто так объединяется своим магазином, когда вы можете приложение из iPad и iOS, вы можете установить на компьютер. Это все первые ростки, вы должны понимать. С точки зрения бизнеса гениально, с точки зрения для пользователя проблемы с пираткой, потому что начнут разработчикам говорить, так ребята, у вас два года, чтобы перестроиться и теперь оказаться в нашем магазине, иначе вам доступ закрыт. И вот это, я думаю, что до этого, конечно, не дойдет, но на разработчиков будут давить. Чем больше Apple M1 будет увеличиваться в популярности, а он будет увеличиваться в популярности из-за вот этого хайпа и производительности, тем больше будет давление на разработчиков. И разработчикам некуда будет деваться. И об этом мы тоже должны говорить, мы тоже должны на это обращать внимание. Мы сейчас понимаем, что у нас есть компьютеры, MacBook Pro 15-дюймовые, 16-дюймовые, iMac, iMac Pro. Эти компьютеры, которые сейчас, они останутся в классике. То есть, вот то, что у нас было iMac 17-го года, 15-го года, MacBook Pro 15-дюймовые, которые классику, которые мы всегда называем, это классика, это классика. У нас сейчас переход в новую эру, и у нас 16-дюймовый iMac 2020-го, 2000, ну, 2000, наверное, 19-го уже нет, но 2020-го, да, он войдет в классику. Mac Pro неизвестно, потому что я выпускал ролики, я вообще не понимаю, зачем покупать Mac Pro, когда были такие цены за такие отвратительную производительность, так еще и AMD в этот момент выстреливала. И нужно было 50 раз подумать, вообще не понимаю людей, которые сейчас купили Mac Pro, потому что если сейчас в 2021 году, в 2022 обновят Mac Pro, я вас уверяю, там производительность будет просто пушка, вот, если с собственным процессором. Apple просто вставит свои 4 процессора и распределит по операционной системе, какой процессор за что отвечает, и все, и там производительность просто на ровном месте может увеличиться. Поэтому, люди, которые купили, не надо расстраиваться, не надо бежать продавать, не поддерживайте этот хайп, надо дождаться полноценных тестов. Сейчас уже эти компьютеры продаются урезанные по своей возможности. Windows, значит, не установить, EG Plus, а что еще нельзя? У меня очень много вопросов, что нельзя. Да, нам показывают операционную систему, нам показывают тесты, мы видим этот прирост производительности, вот, но бог в мелочах. Вот когда мы копнем чуть-чуть побольше, вот когда у нас начнется, там, через год, через два, какое-то, возможно, дополнительное оснащение, и я действительно не очень согласен с политикой компании Apple, несмотря на то, что я люблю компьютеры Mac, но мне не нравится, почему они не выпустили обновленную линейку, но сделали бы 14-дюймовый. Вот в этом, мать его, вся Apple, ребят, вот в этом вся Apple. Нет, мы не выпустим вам 14-дюймовый. Вот мы добавим еще один порт Thunderbolt в MacBook Air и выпустим его на следующий год в 14-дюймах. А MacBook 13-дюймовый прошку, мы, значит, добавим два порта Thunderbolt и сделаем тач-бар на 3 см длиннейший, и сделаем там дюймов не 14, а 14,2. Вот то же самое, вот что они творят и чудят с iPad'ами. Нет, есть у нас iPad 11-дюймовый, а есть 10,9. Блин, скоро как в Эльдорадо, 10,99. Ну вот что это такое, ну что это за бред, что нельзя было сделать одинаковый, что как будто... Потому что хотят показать, что это не прошка, это бюджетка. И не просто так показали, и в дюймах, и в завзвуке, и все-все-все в этом роде. Я сейчас спокойно отношусь к новым компьютерам Mac, я понимаю, что следующее поколение, вот вторая ревизия, вот то, что будет первый процессор, это первый. А вот Apple M2, когда будет во следующем году, когда будет модификационный, либо через год, либо через два, вот он уже может дать серьезный нам прирост. И я честно, я считаю, что компьютеры Mac каждый год обновлять, это перебор. Вы можете обновлять айпады, вы можете обновлять айфоны, но с Mac'ами стоп, хватит, хватит. Что за поезд идет, и нужно постоянно бежать, что-то перепродавать, видеть, как там этот рост производительности измеряется. То есть все-таки нужно, ну, как бы Apple, ну, хотя бы привести к такому мнению, что каждые два года мы обновляем линейку компьютеров Mac. Потому что последнее время, если вы посмотрите, у нас MacBook Pro 13-дюймовый, есть теперь два раза обновления в год. MacBook Air тоже два раза обновления в год. У нас MacBook Pro 16-дюймовый, хорошо, есть модификация 19-го, есть 20-го года. В 20-го ничего особо не добавили, просто добавили более мощную видеокарту. И на этом спасибо. Если мы возьмем, ну, вы посмотрите, что это за бред. То есть вы уже сейчас покупать будете этот компьютер, вы уже должны задуматься, а что они представят в марте. Понимаете? Уже сейчас вы хотите купить компьютер, а в марте-то что они представят? А если они представят такой компьютер, он будет всего на 50 тысяч дороже, но при этом производительность по сравнению с Air будет в 10 раз больше? Вы что, опять начнете бегать, продавать свой компьютер и покупать новый? А если они представят iMac, который будет по сравнению с 2020 годом в 20 раз быстрее, а потом опять в 2021 году они представят новую модификацию iMac? В общем, ребят, отталкивайтесь не от тестов производительности, а от своих рабочих задач. Вот как я подошел с iPad Air. Мне действительно очень хорошо бы, неприятно было получить 120-герцовый экран, неприятно бы было получить за эти деньги хорошие динамики, там еще какие-то фишки, там 4 динамика вместо 2. Но я понимаю, что я сижу на планшете, я не хочу сидеть около зарядки. Это моя главная, основная потребность, и я на нее должен бить. Поэтому вот то же самое смотрите. Если вы разработчик какой-нибудь, веб-дизайнер, вы программист, и вашего компьютера вам хватает, все, все, успокойтесь. Это все равно компьютер Mac, это все равно А-бренд. Это не означает, что взяла компания Apple и похоронила все компьютеры Mac на Intel. Ну, конечно. Максимум, что она может сделать, это задрать цены на интеловские Mac, на своем магазине, что она и сделала, и уже, чтобы мы смотрели, что тот Mac дороже. Нужно проводить общие тесты и смотреть, что Apple будет дальше делать. Следующие модификации, это все-таки был тест, это все-таки был тест. И я больше чем уверен, что, ну, как так, до некоторых официальных, у некоторых блогеров получают они раньше компьютеры Mac. Как так вообще? Как так? То есть, Apple там с ними сотрудничает. Поэтому не будут ей говорить ничего хорошего, ничего плохого, точнее. Они не будут какие-то недостатки, даже если находить. Приложение вылетело в видео, прям на камеру, вырежут из видео. Ну, ничего страшного, допилят. Посмотрите, количество негативных отзывов было на форумах про Каталину. И сколько американских блогеров об этом сказали. Да там вообще единицы. Там форумы Apple-овские были завалены. Я уже ждал, я уже потом выпустил, что Каталина это худшая. Я прям на протяжении всего ролика у меня идут отзывы, причем американцев. И что-то я не видел, чтобы американский блогер, я там пару роликов нашел, а в основном все молчали. Мы говорили, какая хорошая у нас Каталина. И поэтому, ребята, не верю. Вот не верю. Уже есть вопросы к Thunderbolt, уже есть вопросы к винде, уже есть вопросы к операционной системе. И я хочу это протестировать. И я в любом случае рекомендую вам первую ревизию. Подождите второй. Как раз допилят все фишки, как раз допилят операционную систему. Как раз, возможно, обновят экран, сделают его чуть побольше. Вот не хочу я этот 13,3 дюймовый, но почему вы не сделали 14? Вот очень простой вопрос. Нет, потому что Apple знает, что вы все хотите 14 дюймовый. А это означает, что этот вы купите, потому что процессор, а следующий, потому что процессор и 14 дюймовый. Но ведь так, так. Соответственно, ничего нового. Мы сами задаем себе вопросы, отвечаем и прекрасно понимаем, почему компания Apple не выпускает. Потому что все представить сразу нельзя. Правильно ребята сказали у меня в Телеграме, что, зная Apple, она будет по одной фишке добавлять в год и растягивать прибыль. Правильно. Абсолютно верно. Полностью согласен. Единственное, что мне не понравилось, я повторяю, и мне это очень не понравилось, мне не понравилось, как обновили Mac Mini. Потому что Mac Mini до этого было профессиональное устройство. Там было полноценных, настоящих 4 Thunderbolt 3-го поколения. Там был 10-гигабитный Ethernet. Сейчас на Apple напряглись. Вы, кстати, может не заметили. Сейчас на Apple напряглись, потому что в новом Mac Mini нет 10-гигабитного Ethernet. И они там через какие-то слухи канале сказали, нет-нет, мы уже работаем, скоро у нас появится модификация. А что вы сразу не дали модификацию? То есть сейчас люди купят этот Mac Mini с 1-гигабитной скоростью, а потом через полгода они что обновят, скажут, у нас Mac Mini 2021 года, и у нас теперь 10-гигабит. Это революция? Что это за мать вашу маркетинг такой? Предыдущий Mac Mini 2018 года по характеристикам круче, чем существующий. Все говорят, вот, значит, у этого графика лучше. Так как к старому можно было подключить Vega 64 и играть в 4К ролик, в 4К видео. Я так делал, я так делал, поэтому я скучаю по этому компьютеру, потому что он был профессиональный. Когда Apple там допилили, некоторые приложения, типа DaVinci Result, я подключал две внешние видеокарты, они работали. Не всегда прямо, не всегда как бы там криво-косо, некоторые приложения нормально работали. Но вы понимаете, какой был потенциал? А сейчас новой Mac Mini нет ни внешних видеокарт, ни расширения оперативной памяти, нет. Это теперь из Mac Mini сделали минимальный порог входа в экосистему Apple. Все, его превратили из профессионального устройства в бытовое устройство для домохозяек. Вот я называю это так, чтобы поставил и вот 6К-монитор, что-то по графике и ничего, никакой периферии дополнительно не подключать. Я надеюсь, что Apple, я буду все равно про это говорить, потому что это обман, когда вы сначала говорите, что у нас есть поддержка внешних видеокарт, потом вы про это забываете, говорите, что нет вообще, мы вообще такого не говорили. У нас даже на сайте такого не было. Люди, которые на меня сейчас подписываются, они говорят, а где ты взял вообще, что Apple когда-то говорила про поддержку внешних видеокарт. Такого никогда не было. Люди даже не знают, что Apple на своем официальном сайте, на странице Mac Mini писала, что поддержка внешних видеокарт. А сейчас говорят, что ничего нету, посмотри на страницу. И люди не понимают, на макбуках якобы не было написано, а я-то знаю, у меня два бокса, у меня внешняя видеокарта, это все работало, я все это тестировал, у меня есть ролики, вот, а сейчас Apple что хочет заднюю дать, нифига подобного. В общем, ребят, я хочу сделать большой краш-тест этого компьютера и не просто компьютера, я хочу сделать в принципе операционной системе, посмотреть как это все работает, потому что у меня один большой вопрос, я понимаю, что хакинтошники все сейчас будут испытывать огромные проблемы, возможно не сразу сейчас, но вот чем дальше будет операционная система уходить, тем больше она будет завязана на чип либо Apple T2, либо Apple M1, Apple T2 это чип защиты. Мне интересно, куда это все движется, я бы не хотел, чтобы macOS превратилась в iPadOS, когда мы не шаг влево, шаг вправо, нам все запрещено, через терминал у нас половина команд перестают работать, то есть если вы посмотрите фишки macOS, я зачастую говорю там, зайдите в терминал, сделайте то-то, то-то, то-то и так далее. Через терминал очень хорошо, кто не знает, можно разблокировать некоторую лицензию некоторых программ, извините, но это все работает сейчас с Intel процессорами и как это будет работать с Apple процессорами, это же все их, все абсолютно их, они контролируют все и сколько они дадут пользователям. Я уверен точно, что 100% в контроле нам теперь над macOS не дадут, защита конечно будет с точки зрения пользователя, защита информации будет на высшем уровне, но с точки зрения юзабилити некоторых моментов, нас будут ужимать, чтобы высасывать больше денег, вот 100%, вот с приложениями будет усиляться, потому что Каталина очень сильно выстрелила по поводу защиты информации. И у меня теперь такой вопрос, а с Big Sur и теперь с их процессорами там вообще, это может быть на этапе таком, может быть пока Big Sur вышла, она может быть еще такая чистенькая, невинная, а при пятом, шестом обновлении, где-нибудь в июле, в августе 2021 года, они так хоп и пакет защиты и все. И там у всех по половине плагинов, какие-нибудь пиратские, повыключаются и там в приложении, то есть помните этот, что надо сейчас смотреть и вот этот цикл новых компьютеров, поскольку мы переходим в новую эру, он все-таки продолжительный год-два, нужно смотреть и если у вас сейчас есть компьютеры, у вас все поддерживается, у вас настоящие интеллские контроллеры, тандерболты, забейте вообще, удовлетворяет ваш компьютер, отлично, если не удовлетворяет, вот тут уже можно задуматься. Сегодня высказал все вам, что хотел, потому что я считаю, что истерию эту устроили и я действительно перестал верить американским блогерам, я верю их тесты, когда они что-то показывают, но я прекрасно понимаю, что я как видеоблогер могу 50 ошибок повырезать из видео и вы это не увидите и все, я об этом не сказал, значит это не было, а как меня обвинить, это очень хороший показатель было с Каталиной, то есть сами американцы форумы все запичкали, а у видеоблогеров все отлично вообще, а у меня нет проблем, все так и говорили, а у меня нет проблем, у меня система работает стабильно, ну конечно, конечно, все форумы завалены, а у тебя нет проблем, ну либо ты Каталину не используешь, то есть используешь ее, не знаю, как на 1%, чтобы открыть блокнот, что-то записать и закрыть, либо ну как бы ты лукавишь, кто меня уже знает, я уже не первый год тестирую все сам и все смотрю и проверяю, я прекрасно понимаю, что очень много есть подводных камней, которые Apple блокировать может, а может что-то разблокировать у нас в macOS, что нам может не понравиться, вот друзья, так что все будем тестировать, успокойтесь, эти все тесты хороши, рост, то что идет, это отлично, нам в любом случае, как владельцам компьютеров mac, это все на руку, теперь нас не смогут ущемлять, что у нас какие-то там урезанные графика, теперь можем говорить, что у нас совершенно другая оперативная память, там совершенно другой процессор, но мы должны с вами понимать, это честно нужно говорить, мы должны воспитывать компанию, начался хайп по поводу mac mini и его 10 гигабитного Ethernet, что до этого был, а тут почему вы его убрали, Apple сразу оп, 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 нет, 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 сейчас, все, скоро будет, все, скоро будет, вот надо такой же хайп устроить по поводу EGPU, потому что это важно, по поводу тандерболтов настоящих, чтобы это был настоящий, по поводу с разных сторон и много еще чего, по поводу дюймов, чтобы у нас не было вот этого какого-то, как будто нас за лохов каких-то принимают, вот так, вышло так мощно как-то грубо, но честно, поэтому успокойтесь, все хорошо, все протестирую и самый лучший актив в вашей деньги, лучше иногда переждать, хотел другое слово сказать, переждать, посмотреть ревизию, посидеть на компьютере, ну упадет ваш компьютер в цене на 15%, да и хрен с ним, лучше потерять 15%, чем купить и какие-то проблемы каждый день с этим иметь, нет, ребят, все, работает, удовлетворяет вас, удовлетворяет меня сейчас мой 16-дюймовый, все, расслабься, танцуй, все, друзья, с вами был Роман Ястреб, с уважением к вам и к вашему выбору, счастливо!